Любовники пустыни Роландо Тарахано, Элиос Фернандес, Карлос Барбосо, Мария Кристина Гальвес, Рикардо Гонсалес и другие. Оператор Маурисио Кадавио, композитор Мигель де Нарвайс, продюсеры Андрес Санта-Мария и Лусера Венегас, режиссеры Давид Росада и Агустин Растрепо. До скоростей, до шестой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему полковник прошел через эту дверь? Откуда он? Все же заперто. Что вы здесь делаете? Вы что, не знаете, эта дверь лет сто как заперта? Я просто... Хименес, а ты не знаешь, куда она ведет? Я уверен, что я слышал там какой-то шум. Я слышал там что-то вроде старого водопровода. Говорят, там полно-полно крыс. Ясно, ну пусть они там и остаются. Послушай, а что ты тут делаешь? Я вас разыскиваю, сержант, потому что лейтенант купили, приказал всем собраться, заключенным и охранникам, хочет всем промыть мозги. С тех пор, как он здесь главный, все его возненавидели. Ну, надеюсь, полковник скоро вернется. Что ни говори, а он лучше всех. Ты о полковнике Сантана? А ты его разве не видел? Как я мог его видеть? Он еще не вернулся. Как это не вернулся? Я стоял на стражу у главного входа и не видел его. Что, снова крысы? Хименес, а что если я тебе скажу, что я видел полковника в этом коридоре минуту назад? Значит, у полковника выросли крылья, потому что через единственный вход в форальон он не проходил. Хорошо, Хименес, я понял, можете идти. Это очень странно. Должно быть, тут есть еще что-то, кроме крыс. Принимая во внимание все, что в последнее время произошло в форальоне, Михея ко мне. Да, лейтенант? Вы не слышали мой приказ? У вас нет часов? Вы не знали, что я всех вызвал? Вы забыли, что правила для всех одни? Все ясно? Да, лейтенант. Что, да, лейтенант? Да, лейтенант, прошу меня извинить. Да, лейтенант, прошу меня извинить. Тишина! Как я уже сказал, руководство этой тюрьмы, которое в данный момент представляю я, приняло решение категорически запретить курить в камерах. Мы не хотим пожара. Если кому-нибудь из вас хочется умереть в огне, как сатане и его друзьям, только не под моим командованием. Действительно, не под вашим командованием. Потому что я снова беру на себя руководство этой тюрьмой. Будьте добры, встаньте в строй. Думаю, все уже в курсе того, что заключенный Густаманты сбежал. Похитив мою дочь, что будет я от закона. Сообщаю вам, что благодаря участию и помощи сержанта Михии, нам удалось спасти ее. Она жива и здорова. Густаманта же мы вот-вот схватим. Пока нам не удалось арестовать его. Но всем солдатам, которые участвуют в операции, приказанно стрелять. Слушайте внимательно и хорошо запоминайте. Каждого, кто осмелится повторить поступок Густаманта, ждет смерть. Давайте. Идите. Расходитесь. Все по своим камерам. Быстро. Бегом. По камерам. В чем дело пиранья? Расходитесь. Бегом. Сержант Михия, расскажите мне все, как было на самом деле. И что значит стрелять? Как что? Густаманта все еще бегал. Вот и все. Сержант, не надо снова это повторять. Расскажите, как все было. Прекрати. Веди себя нормально, если не хочешь, чтобы я тебя наказал. Сержант, поймите, я переживаю за друга. Если вы сейчас не хотите говорить, не надо. Но вот что, я никак не могу понять. Как могли поймать синьориту Барбару и не найти Андреса? А может, Бустаманта и синьорита Барбара испугались и решили расстаться? Нет, сержант, после всего, что они пережили вместе, они бы не смогли расстаться. Тут что-то не так. Происходит что-то странное. Вы видели, как спокойно говорил полковник? Нет, у него сбежал заключенный, обесчестил его дочь. Он должен быть в ярости, метать громы и молнии. А он даже не инспектировал тюрьму. Вы же знаете, как в таких случаях ведет себя полковник. Он же убить себя готов. А он? Спокойный? Ладно, ладно, я тебя понял. Понял, иди отдохни немного и перестань говорить глупости и распускай слухи. Так значит, вы очень спокойный, полковник. Где я? Что это за место? Это уже не вопрос закона. Это наше с тобой личное дело. Полковник Сантана, где я? Что это за место? Трус! Иди сюда! Неужели это конец? Как хорошо, что ты пришел, Томасито. Что говорят в городке? Я умираю от страха. Что с Андреасом? В городке никто ничего не знает об Андресе Бустаманте. Кто-то говорит, что его схватили, другие, что нет. В общем, чтобы узнать точно, лучше дождаться твоего отца. Лучше расскажи мне, как все было. Что с вами случилось? Все шло так хорошо. Мы нашли место, где нас поняли и помогли нам. Мы уже собирались уехать из страны. Когда нас нашли, и мне пришлось уговорить Андреаса бежать без меня. Он побежал в сторону границы. Надеюсь, я присоединюсь к нему, когда все утрясется. Так оно и будет, вот увидишь. Любовь всегда свободна, потому что нет таких стен, которые удержат ее. И нет такого расстояния, которое она не преодолеет, и нет от нее лекарства. Это я где-то прочитал. Хотя сам мог бы еще лучше сказать. Очень хорошо сказано, Томасида. Но то, что мы с Андреасом сделали, это не сказка. Это реальность. Мой отец, наверное, в бешенстве. И я очень боюсь того, что он может сделать с Андреасом, если поймает его. Моя дочь под охраной, сержант. Мы отвезли вашу дочь домой. Ее охраняют несколько вооруженных солдат. Как приказано. Прекрасно, вы хорошо поработали. Я вами доволен. Простите, господин полковник. Так приятно видеть вас спокойным. Простите меня, вам не кажется странным, что преступник бросил заложника свой шанс к спасению? С этим человеком я ничему не удивляюсь. Он трус, сержант Михея. Вы его видели? Нет, кажется, он оставил вашу дочь за пару минут до моего появления. А вы его видели? Думаете, я был бы здесь, если бы видел его? Подождем, пока он пересечет границу. И схватим его. Если хотите, я могу вас главить операцию и доставить вам Бустаманте. Клянусь, я найду его. Не стоит, Кубилиус. Я уже сказал, компетентные органы в курсе. Возвращайтесь к работе. Я еду домой поговорить с дочерью. Держите меня в курсе событий. Есть! Разрешите, господин полковник? Это значит, что полковник что-то скрывает. Почему вы так думаете, дон Хавьер? Как это почему? Ваш друг говорит, что встретил полковника. Что полковник был в грязи и явно с кем-то дрался. И все это происходит как раз там, где нашли Барбару. И мне легко заподозрить, что полковник нашел Бустаманте. Знаете, пожалуй, вы правы. И ему нужен был грузовик, чтобы перевезти его. А почему бы вам не спросить сене Риту Барбару? Она была там и знает, что произошло. Тоня Барбара ничего не знает. И потом она не хочет со мной разговаривать. Это плохо. Очень плохо. Может, вам лучше забыть эту женщину, дон Хавьер? Тоня, это невозможно. Поймите, Барбара все равно будет моей женой. И теперь, когда Бустаманта нет, я все легко улажу. А если ее заставить выйти замуж за Томасита Фанцека, это вполне возможно. Этого не будет. Это невозможно, уверяю вас. Они больше никогда не встретятся. Хочу, чтобы ты знала, Барбарита, я твой самый преданный друг. Настоящие друзья поддерживают друг друга и в горе, и в радости, в болезни, и в здравии, в богатстве и в бедности. Ты говоришь, как на свадебной церемонии. Ведь мы почти поженились, да? Все, наверное, смеются над тобой за то, что я бросила тебя перед алтарем. И да, и нет. Ты еще не знаешь, но помнишь, в церкви кто-то стрелял? Да. Благодаря этому мы сбежали. Стрелял кум моего отца. Он всем рассказал, что я обесчастил его дочь Филомену. Девушку, о которой ты мне рассказывал? Да, крестницу моего папы. Ты хочешь сказать, что вы с ней... Барбара, пожалуйста, пойми, любовь не признает разумные доводы. Я простой смертный. Она вызвала во мне столько чувств. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. И что ты будешь делать? Либо я на ней женюсь, либо последнее, что я увижу на этой грешной земле, будет дуло огромного ружья. Почему ты так говоришь, Томасито? Я думала, она тебе нравится, ты же был в нее влюблен. Я так думал, Барбарита. Но любовь под дулом пистолета уже не любовь. Начинаешь думать, что тебя вынуждают, что давят. Так же, как тогда, перед нашей свадьбой. Но это совсем другое, Томасито. Она же тебе нравится? Да. Она не похожа на женщин, которых я знаю. Но я не хочу жениться по принуждению. Не желаю. Ты меня этому научила, Барбара. Ты заставила меня понять, что человек свободен, что он хозяин своей жизни. Только не для Барбары. Я узнаю, что вы скрываете, полковник. И выясню это сегодня же. Мне надо с тобой поговорить, Барбара. Жду тебя в кабинете. Да, папа. Я вас не буду задерживать, только попрощаюсь. Я думаю, что в наших отношениях наступил момент истины. Держись, держись. Помни, ты не одна. У тебя есть я. Спасибо, Томасито. Я должна быть сильной, чтобы вынести этот разговор. Потому что сейчас я узнаю, что произошло с Андресом. Если тебе будет чего-то не хватать, сообщи мне и помни, мы друзья и в горе, и в радости. Спасибо за поддержку. До встречи. Что ты здесь делаешь, сержант? Как это, что я здесь делаю? Именно это я и хочу знать. Ты прекрасно знаешь, что в офис имеет право заходить только полковник и я. Извините, лейтенант, но чтобы убедиться, что вас нет, мне пришлось войти. И так как никого из вас не было, мне самому пришлось посмотреть расписание. А иначе как я мог узнать, что мне сейчас делать? Ты посмотрел все, что хотел? Да, лейтенант. Лучше иди во двор. Не могу смотреть, как ты теряешь время. Я никогда не теряю время, лейтенант. Я его использую. Садись. Лучше я постою. По какому случаю? По какому случаю тебе взбрело в голову, что ты можешь делать то, что хочешь? Я свободна. Замолчи. Передо мной у тебя нет никаких прав. Нет права просить, нет права думать, нет права требовать и особенно права делать то, что тебе хочется. В этом доме ты никто, слышишь? Никто. Наконец ты признался. Замолчи. Я всегда была никем для тебя и для матери. Хватит об этом. Вас никогда не интересовало мое мнение, мои вкусы, мои потребности, мои желания. Желания? У тебя желания падшие женщины. Потому что они не совпадают с твоими. Они ни с чем не совпадают. Ты живешь в собственном мире, мире абсурда. Тебе наплевать на все, что мы создавали годами для тебя. И все ради этого никчемного преступника из моей тюрьмы. Доктор Андрес Бустаман, ты человек, который... Человек, из-за которого ты потеряла уважение, испортила мне карьеру и загнала свою мать на больничную койку с нервным срывом. Не слишком ли высока цена? Мы этого никогда не хотели. Пойми, я никогда не хотела причинить вам боль. Не хотела этого кошмара. Я хотела жить и дышать. Быть хозяйкой своей судьбы. Чего вы с мамой никогда мне не позволяли. Я не желаю этого обсуждать. Уходи. Тебе нечего ответить. Барбара, уходи. Прочь с глаз моих. Я настолько на тебя зл, что способен убить вас обоих. Я сотру из вашей памяти все, что между вами было. Вон. Барбара, ты будешь окружена моими людьми. Так что не пытайся выйти, тебя все равно не выпустят. Что бы ты ни делала, куда бы ты ни пошла, они не оставят тебя ни днем, ни ночью. Андреса Бустаманто мы скоро поймаем. И клянусь, ты его больше не увидишь. Или я не Мигель Сантана. Что, Тереса, нервы шалят? Я не чудовище. Ничего. Ничего. Ты не приготовила обед полковнику, пора есть. Ты еще долго? Тебе помочь? Микаэла, я не собиралась ничего рассказывать. О чем? Ну, о твоей связи с полковником. О моей связи с полковником? Конечно, нет, Тереса. Я и предположить такого не могла. Как можно загружать синьериту Барбару, которая и так куча проблем такими историями? Я уверена, что ты не способна так ее расстроить. Я это говорю, потому что ты на меня как-то не так посмотрела, когда вошла. не так посмотрела. Тереса, прости, я не нарочно. Кто знает, о чем я тогда думала. Значит, ничего не случилось? Все нормально? Конечно, все нормально. Ладно, Тереса, мы тут болтаем, а надо накрывать на стол. Накроешь? Да, да, иду. Конечно, ты собиралась рассказать, Тереса. но тебе это не удастся. Тебе не удастся ничего сказать. Томасито, я не могу долго говорить. Мне снова нужно тебя увидеть. Ты сможешь прийти? Да, конечно, но как дела? Состоялся ужасный разговор, но я, по крайней мере, узнала, что его еще не схватили. Это здорово, Барбара. Не представляешь, как я за тебя рад? Слушай, Томасито, я не могу выйти. Меня держат в заперти. Мне нужно передать одну записку. Говори, я тебя слушаю. Что я могу для тебя сделать? Нет, по телефону не могу. Телефон иногда прослушивает, а это секрет. Приходи, пожалуйста. Хорошо, тогда я выезжаю. Дочка, тебе стоит сообщить об этом мужу. Что-то узнала, мама? Бустаманто еще не поймали, сказала Барбара Сантана, а ей полковник. Все равно, что будет со мной. Лишь бы тебя не схватили, Андрес. История Андреса Бустаманто запутывается, Дон Хавьер. Мой друг нашел брошенный грузовик недалеко от каменоломни. Так, так. Полковник его не вернул. Нет. Но вот что интересно. Мой друг осмотрел машину и нашел на сиденье огромные пятна крови. Прекрасно. Но слушайте, он сказал, что пятна были не на водительском сиденье, а на пассажирском. Море крови. Похоже, кто-то был тяжело ранен. Похоже на это. Вы правы. Дело осложняется. Что ты здесь стоишь? Иди займись делом. Иди, иди. Вы думаете... Знаете, что я думаю? Полковник подрался с Бустамантой, серьезно его ранил. Загрузил машину и перевез куда-то. Да. Ну, для чего такие сложности? Взял грузовик, потом бросил его. Зачем? Знаете что? Вы правы, здесь что-то не так. Здравствуй, милая. Привет, дорогой. Привет, Хавьер. Привет, Хосефина. У меня новости об Андреасе Бустаманте. Ну, что я говорил? Его схватили. Нет. Нет? Вы что-то знаете? Нет, ничего, ничего. Продолжай. Мне сообщили, не скажу кто. Сам полковник сказал, что Бустаманте не поймали. Да. Полковник сказал, что ему не удалось схватить Бустаманте. Барбара, я не оставлю тебя. Даша, не проси. Андреас, пожалуйста, умоляю тебя, беги. Я найду тебя. Ах, я дурак. Я не должен был оставлять тебя. Кто стучит? Кто там? Кто там? Кто там? Наверное, я схожу с ума. Будь ты проклят, Кубилис. Ты мне за это заплатишь. Да. Я выберусь. Сантос Либарно. Прозвище Сатана. Свидетельство о смерти. А ты сейчас гниешь в одиночестве. Храбрец. 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 Господин. Алло. Опы. СтрCU. Стрumu. Сейчас я узнаю, что там делал полковник. Как же так? Поверить не могу. Абелардо Михея, ты полный идиот. Столько лет здесь проработать. Дожил Досидин и только что узнал, что здесь есть подвал. Похоже, он в личном пользовании полковника. Или это его потайной ход? Посмотрим, куда он ведет. И почему именно сейчас, когда ищут Бустаманте, он появляется отсюда. В чем дело, полковник? Вы так напряжены. Моя дочь дома, надо быть осторожнее. Так и будет, не беспокойтесь. Я прекрасно понимаю, что происходит, и готова ограничиться тем, что вы можете мне предложить. Я готов отдать тебе всего себя, просто мне надо о многом подумать. Полковник, не переживайте так. Вы нашли свою дочь. Полиция разыскивает Бустаманте. Мне кажется, у вас все под контролем. Ты не представляешь, что мне пришлось сделать, чтобы держать все под контролем. Меня довели до крайности. Моя дочь и Бустаманте разбудили во мне зверя. Полковник, вы поступили как хороший отец, вам не в чем раскаиваться. Все не так просто. Барбара уже показала, на что способна. Она не будет сидеть сложа руки. Что она еще выкинет со своим характером? Чего вы боитесь? Что появится Андрес Бустаманте, или она отправится искать его. Полковник, хотите услышать совет девушки с небольшим жизненным опытом, но с тяжелой судьбой? Конечно. Мне кажется, что Барбаре сейчас нужно побыть одной, подумать, поразмышлять. Поразмышлять. Когда она одна, она способна на глупости. Может, потому что не было подходящего места. Полковник, мне кажется, что Барбара очень запуталась. Этот человек воспользовался ее наивностью и непокорностью. Ей нужно уехать далеко. Где она сможет подумать и понять, как много зла она причинила вам? Куда уехать? Ближе к Богу. О чем ты? Сейчас только Бог может помочь ей обрести мир и покой, которые ей так нужны. И трудно придумать более подходящее место для раскаяния, чем монастырь. Мой отец запер меня, но я знаю, что Андреас придумает, как найти меня. А я за это время найду возможность сбежать. Но я не хочу, чтобы его мать, Элена, тряслась от страха из-за всех этих слухов. Не беспокойся, я передам письмо. Мне только жаль, что придется идти к Немеси. Каждый раз, когда я там бываю, у меня начинается аллергия, сыпь высыпает по всему телу. Потом меня пугают все эти травы, настой. Тебе только надо отдать письмо маме Андреаса. Я тебе буду за это очень признательна. Я напишу очень коротко, только чтобы сообщить. Дорогая Элена, первым делом хочу сказать, можете быть спокойны. Андреасу удалось сбежать. Благодарю тебя, Господи. Я боялась худшего. Я так боялась, что полковнику удалось его поймать. Так все думают, но это неправда. Читайте, читайте. Мне пришлось вернуться. Потому что у нас не было другого выхода. Андреас в порядке. Как только я что-нибудь узнаю, сообщу вам. Благослови вас, Господь, Барбара. Хорошие новости. С одной стороны, да. Я счастлива, что он в порядке. Но с другой стороны, я не могу не думать о бедной девочке. Она всем пожертвовала, и теперь все против нее. Ей, наверное, очень тяжело. Вы не представляете, как полковник с ней обращается. Он ей шага ступить не дает. Им очень помогли. Нужно поблагодарить силы добра. Может, вы попозже их поблагодарите? Мне это не доставит такого удовольствия, как вам. Вы уходите, Элена. Да, я думаю, нам с полковником пора поговорить. Нет, не надо вам с ним разговаривать. Вы не представляете себе, что это за человек. Томасито прав. Я не могу молчать. Он преследует моего сына, как животное. Я должна открыть ему глаза. Должна поговорить с ним. Он меня выслушает. Он должен меня выслушать. Послушайте, полковник, монастырь идеальное место для тех, кто хочет обратиться к Господу. Но для молодой девушки, такой, как ваша дочь, он будет кошмаром. Худшего кошмара, чем этот городок, не придумаешь. Я не могу выпустить ее из страха, что она сбежит. Все говорят о ней, о моей семье. Она не сможет смотреть этим людям в глаза еще много лет. Полковник, не сгущайте краски. В глубине души вы просто хотите сделать все, чтобы Барбара и Андрес Бустаманто никогда не встретились. Это тоже. Но я имею на это право. Да, конечно, вы имеете право. Не могу с этим спорить. Но Барбара не вынесет этой дисциплины и монастырского заточения. Она не выдержит, вы не представляете, что это? Падре, иногда вы мне кажетесь разумным человеком. Иногда с вами просто невозможно разговаривать. Я только попросил адрес монастыря, а не ваш совет. Я не телефонный справочник. Я знаю. Вы привыкли все делать по-своему, ни о ком не думая. А потом еще жалуетесь, что ваша дочь ваша точная копия. Полковник, я знаю один монастырь недалеко отсюда. Я поговорю с настоятельницей и скажу вам точный адрес. Но подумайте, хорошо, это заточение может повредить вашей дочери. Она уже достаточно себе навредила, Падре. Поговорите со своей монахиней. Элена. Похоже, сама судьба сводит нас вместе. Здравствуй, Таня. Простите, матушка. Называй меня как хочешь. Элена, я хотела поговорить с тобой о твоем сыне. Да, слушаю. В чем дело? Падре Моран сказал мне его имя, поэтому я узнала, что он сбежал с дочерью начальника тюрьмы. Хочу тебе сказать, что понимаю, каково тебе, и молюсь за тебя и за него. Благодарю тебя. Но все, что тебе рассказали, неправда. Мой сын не похищал дочку полковника, все было иначе. Мне очень жаль, но вокруг столько болтают, что не знаешь, кому верить. Как же было на самом деле? Извини меня, Магдалина, мне непросто об этом говорить, правда ли что, что он в беде. За ним гонится вся полиция. Защити его, Господи. Я очень сожалею, ты была такой прекрасной, нежной матерью. Я должна идти. Элена, у меня тоже в этой тюрьме сидел сын, и то, что наши судьбы так переплелись, мне кажется знаком Божьим. Конечно. Бог знает, что творит, раз все так сложилось. Я тебе желаю, чтобы с твоим сыном не случилось то же, что с моим. Почему? Что с ним? Он погиб в собственной камере. Мы даже не попрощались. Проклятые цепи! там и в самом деле кто-то есть. Кто там? Что за наваждение? Кто-то стучит в стену. Слышишь? Все камеры пусты. Ответь мне! Кто там? Я слышал удары. Это не галлюцинация, нет. Неужели это конец? Неужели никто не вытащит меня отсюда? Никто! Экономичная работа? Я! Господин! Знаю! Он defects. Б greatness. twenties успех. Странно Никого нет Но вроде слышались удары Может, это не отсюда стук? Господи Что же это за место? Куда же он притащил меня? Что он задумал? Что за человек этот Бустамаде? Не понимаю, он такой воспитанный, такой образованный, такой хороший врач И вдруг он такое сотворил? Пачо, я думал, ты хотел поговорить о делах Конечно, конечно Но мне бы хотелось увидеть Барбару Она чуть не стала моей невесткой Я ее очень люблю Я хочу узнать, как она К сожалению, это невозможно Она заперта в комнате И обедает даже там Ты ее запер? Не, так нельзя Бедняжка Ты что, думаешь, Бустаман-то может за ней вернуться? Она пережила нелегкие испытания Ей нужно о многом подумать А для этого ей необходимо одиночество Но, как бы то ни было, не будешь ты держать ее заперти всю жизнь Все ошибаются Ты ошибался Я ошибался Но жизнь продолжается И главное не потерять желание жить дальше Пачо, давай лучше поговорим о нашем бизнесе Мне не хочется сейчас говорить о Барбаре Я ничего не хочу, Тереса Унеси все Барбарита, вам надо поесть Вы же так заболеете Мне больно, что папа так со мной разговаривает Как он мог так поступить? Это словно другой человек Да, он другой человек Здесь вы абсолютно правы Может, я правда такая плохая, как он говорит Эгоистка, которая не подумала о том, какой вред причиняет своей семье Я так не думаю, милая Это правда, Тереса Посмотри, что из-за меня случилось с мамой Она так больна Над этим домом словно нависло проклятие И это похоже на долго Я познала счастье Оно было у меня в руках, и я должна его вернуть Но в следующий раз я буду осторожнее Чтобы больше никогда не оказаться в этом доме Родителям придется меня понять И признать мое право на счастье Барбара, милая Вашего отца нисколько не интересует Ваше счастье и счастье синьора Эстер Дьявол проник в этот дом Где-то была Тереса Мне пришлось заняться едой и самой принять гостя Я отнесла обед синьорите Барбаре Я надеюсь, ты хорошо поняла все Одно твое слово, и нам обеим не поздоровится Все! Хватит держать меня за дуру Я не верю тебе и твоему ангельскому личику Я вот что хочу тебе сказать, Микэлла Все тайное рано или поздно становится явным Скоро все обо всем узнают Откуда Тереса? Успокойся, я никому не скажу Пойду уберу со стола Я уже это сделала Лучше пойди покорми Пегаса Нет, я к этому животному ни за что не подойду И не думай Это не так сложно, Тереса? И потом, кто-то же должен ухаживать за бедной лошадью Барбары Она так занята своими проблемами, что совсем о нем забыла Если ты так его любишь, иди и сама покорми Почему ты так ко мне относишься, Тереса? Почему я должна расплачиваться за то, что со мной сделал полковник? И потом мы же договорились, что ты во всем будешь меня слушаться И раз ты хочешь со мной поссориться, прекрасно Я пойду поговорю с полковником И что ты ему скажешь? Скажу, что ты знаешь, что он изнасиловал меня И поэтому не хочешь со мной работать Хорошо, Микаэло Я накормлю лошадь, хотя мне это очень неприятно Тебе неприятно лошадь Больше она тебе не помешает Большое спасибо за угощение, полковник Новая служанка прекрасно готовит Пачо, работать с тобой одно удовольствие Скоро я пришлю в бригаду заключенных для работы на наших шахтах Я думаю, человек 30-35 будет достаточно, чтобы запустить третью шахту Как скажешь Кроме того, я готов предложить тебе помещение форальона Под склад для золота Форальон? Хранить золото под носом у бандитов? Не беспокойся, они не узнают, что у них под носом сокровища А как же тебе удастся сохранить это в тайне? В прошлом веке форальон был крепостью с массой тайных ходов и помещений, о которых знаю только я Ты уверен? Нам придется хранить там астрономическую сумму Пачо, только я знаю тайну форальона У меня в сейфе хранится план прошлого века Ну, раз так, тогда все в порядке Пожалуйста, не пропадай, я буду сообщать тебе о ходе работ, а ты сообщай мне о здоровье Эстер И поцелуй Барбару Знаете, я все это хорошенько обдумал и пришел к выводу, что грузовик там оказался неспроста Вы думаете тоже, что и я? Полковник Сантана убил пустаманта и похоронил его в безымянной могиле? Нет, Тони Если бы он убил его, зачем бы он стал это скрывать? Представь, Сантана гонится за беглецом Он имеет право застрелить его Он представитель закона Да, да, да Тогда же, по-вашему, что произошло? Я думаю, все было так Полковнику понадобилась машина, чтобы тайно отвезти его в форальон Но зачем? Для чего? Я не знаю Может, чтобы Барбара не узнала и поскорее о нем забыла Полковник никогда не примет их отношения Для него это прекрасная возможность Все решить? Ты полезешь впасть к волку только для того, чтобы выиграть пари? Дело не в пари Я докажу полковнику Сантане, что мы оба знаем один большой секрет Я должен это сделать, чтобы получить Барбару В любви и на войне все средства хороши Пегас Я ничего против тебя не имею Просто я смертельно боюсь больших животных Так что поставлю здесь еду, а ты кушай Ты что здесь делаешь? Не делай этого Пожалуйста, нет! Нет! Барбара Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить Я думала, что мы с тобой в прошлый раз уже все обсудили Нет, не все Видимо, мне еще один раз придется выслушать, какая я плохая дочь Хорошо, папа Я готова Можешь оскорблять и унижать меня Я это заслужила Конечно Я посмела подумать о себе, а не о вас Нет, больше не будет оскорблений Не будет никаких упреков Теперь тебя ждет тишина и покой Я не понимаю, папа О чем ты говоришь? Ради тебя Даже если ты возненавидишь меня Я решил отправить тебя на несколько лет подальше отсюда В монастырь Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова